Так, ну что же, все-таки я решил еще раз снять мотор, еще раз разобрать его, чтобы поправить вот ту прокладку, потому что очевидно бензин сыт с маслом оттуда, а не из карба. Это факт, так что посмотрим, надеюсь у меня уйдет на это меньше времени, к тому же у меня есть все запчасти, прокладочки дополнительные у меня еще есть. Так что будем надеяться, что все пройдет оперативно и быстро. Так, ну что, пока неплохо, уже снял мотор, прошло минут, наверное, двадцать примерно. Продолжаем, пока все, все неплохо. Так, ну что, за один час я располовинил его, и вот что я увидел, что прокладка эта вообще абсолютно никуда не годится. Она вся пропиталась, здесь она и провалась, и, собственно, сидела она неровно, не так, как должна была сидеть. Потом, ну короче, видно, да, какого у нас состояния, не мудрено, что все так ссало. Сейчас я быстренько это все делаю, здесь все почищу салфетками влажными, обезжирю. У меня есть герметик, и я, наверное, сделаю прокладку, подберу из тех, что у меня остались. Еще герметиком жахну, чтобы вообще ничего не пробегало. Ну и все, надеюсь, соберется так же, как и разобралось, что вряд ли, честно говоря. Так, короче, я ни разу на герметик не садил еще ничего, поэтому я жирненько намазал, сверху прилепил прокладку. И думаю, может еще и сверху герметом сейчас бахнуть, чтоб уж наверняка, потому что ту половинку я не обезжиривал еще. Думаю, сейчас ее тоже протру, обезжирю, и, наверное, тоже проблемные места, где в прошлый раз салбензин тоже промажу с той стороны герметиком тоже. Лишко выдавит, ничего страшного, но зато будет плотненько сидеть. Все, поехали. Так, с первой попытки не получилось каемку, видите, вот там до конца он не сел, осталось буквально там пара миллиметров. Поэтому надо выбивать обратно, опять гореть, и опять садить, подбивать молоточком еще. Так, времени 8.05, все уже на месте. Осталось подключить электрику, бензопровод. И что еще? Да, в принципе, и все. А, и сцепление. Детали вроде лишних не осталось, то есть что-то слишком быстро получилось собрать его. Но пока все, завтра заведу, дособеру, заведу, проверю, работает ли, есть ли изменения. Сегодня уже поздно, подустал, темно. Все, до связи. Так, что всех приветствую. Сегодня следующий день. Я уже поставил карбюратор. Замучился с тросиком сцепления, ненавижу это делать. Замучился просто, времени потратил очень много. Сейчас осталось настроить сцепы, потому что я, когда перекатываю велик, чувствую, что прокручивается диск, корзиня не схватывает. И буду пробовать заводить. Бензин залил, топливо подсоединил, свечку поставил. В принципе, все. Осталось только сейчас сцепу настроить. Будем заводить. Короче, что хочу сказать. Мопед поехал. Я пока снял время на воздушный фильтр, чтобы проверить, что это точно не из-за него. Там были поначалу какие-то проблемы. Он не крутился высоко. Сейчас закрутился. Едет где-то в 45 с чем-то. Ну, короче, как раньше. Так что самое время поменять звезду, чем я сейчас и займусь. Поставлю фильтр, защиту цепи. Ну и звезду сейчас поменяю сначала на 32 зуба, кажется. Или 36. Да, кстати, ремарка небольшая про натяжитель цепи. Вот смотрите, у меня сейчас стоит садарная звезда, но натяжителя уже нет. Почему? Потому что я укорачивал цепь, чтобы поставить звезду меньше. Поэтому, смотрите, без натяжителя она очень хорошо натянута. Вот. Соответственно, когда я сейчас буду ставить цепь... Когда я буду сейчас ставить звезду меньше, мне придется ставить натяжитель. И как-то его колхозить, короче, снизу как-то я его ставил, чтобы более-менее натяжка была. Потому что неудобно. Если бы был такой дуговой, знаете, есть такой дуговой, на Али продается, им бы было удобнее регулировать. Стандартным, конечно, не камельфон. Все, сейчас сажусь снимать колесо и менять звезду. Так, и еще апдейт небольшой. Вот в том месте, где было сыро, сейчас сухо. Единственное, капельки там вглубь. Но это сейчас точно капает с трубки бензина, потому что она совсем плохая. А вот то место, где была проблема, сейчас все сухо. Сейчас я проехался пару-тройку километров, прям по максималке. И ничего не давит хорошо. Но посмотрим, как дальше пойдет. Но уже лучше, уже лучше. Очевидно, что компрессия уже лучше. И едет он намного-намного быстрее. Так, апдейтики поставил натяжитель. Определил максимально подходящее место для этого. Чтобы влево его не сдвинуть. Начинает цеплять вот здесь раму. А там с другой стороны уже спицы. Короче, так проверил вроде ничего. Сейчас выйду, прокачусь. Посмотрим, как будет. Ехать будет ли цеплять воздушный фильтр, пока я не ставлю. Да мало ли чего. Пока все. Так, что хочу сказать. Вся эта морока с цепью и звездой, это еще хуже, чем мотор перебирать. Уже несколько раз переставлял положение натяжителя. И один фиг цепь скатывается в итоге туда, на сторону спиц. И что-то, честно говоря, запарился уже возиться с этим всем. Блин, реально мотор было перебирать проще и быстрее, чем вот это вот все отлаживать. Это пойду. Я уже готов опять на стандартную звезду поменять и плюнуть на это все дело. Уже не в первый раз на эти грабли наступаю. Думаю, да господи, там еще звезду поставить. Натяжитель подтянуть там. Нет, нифига. Все, пока перерыв. Что в итоге? В итоге я еще раз меняю звезду. Занятие для настоящего аутиста, блин. Откручивать эти крепежки. Меняю. Пока погода есть, пока есть время. Ставлю стандартную. Все, и больше не экспериментирую нафиг с этой звездой. Надоело. Часто оно работает и едет примерно 45-47 против ветра. То есть вернулись к стандартному значению в общем-то. Ну что хочу сказать. Сейчас проехал примерно 10 километров. Максимальная скорость 47 километров в час была зафиксирована. Но все, едет, рулится и тормозит. Даже учитывая то, что я забыл подсоединить задний тормоз. И даже учитывая то, что я забыл подсоединить фильтр обратно, поставить. Оно все едет, да. Но вопрос главный, зачем? Короче, дело вот в чем. Если бы я построил этот мотовелик после обычного велика, это было бы вообще просто потрясающе. В общем-то так и было. После обычного велика я сделал вот этот мотовелик. Это было офигенно. Но все проблемы в том, что после этого мотовелика у меня была Honda Super Cup. И двух недель мне хватило, чтобы понять, что вот это все, это очень своеобразная конструкция под какие-то очень узкие цели. И ездить на таком дальняк, это, ну, такое себе занятие, очевидно. И на это надо иметь прям руки, прям желание и время. И это будет история не про путешествия в какие-то новые места. Это будет история про то, как ты борешься вообще с ситуацией, с условиями, в которые себя сам же и поставил. Поэтому, что делать дальше с этим, я не знаю. Я доведу его до ума, поставлю фильтр. Тут, смотрите, можно видеть, что все сухо, ничего не давит. Все отлично, компрессия вернулась. Но что делать с этим дальше, я не знаю. Я хочу продать этот мотовелик, но здесь в Грузии за те деньги, которые я хотел бы за него получить, это нереально. Да, немного поподробнее расскажу про то, вообще, каково это ездить на дальняк на таком велике. Я как-то за день на нем преодолел где-то порядка 160 километров. Что могу сказать? Здорово в сравнении с обычным велосипедом. Тем, что ты сидишь себе на жопе ровно, не крутишь педали и едешь 40-45 в любой ветер, во встречный, не во встречный. И 50 едешь, и даже 55 едешь иногда. Но вибрации просто невозможные вообще. Село на скоростях за 40, оно начинает вибрировать так, что я не знаю, вообще, мама, не горюй. Руль то же самое. Где-то после 40, 42, 43 километров в час начинается какая-то волна вибраций, которая захлёстывает просто раму. Опять же повторюсь, я уже упоминал, что здесь нет никаких амортизаторов, ни вилки, ни сзади. Это обычный, по сути, Урал. И, конечно, ездить на нем по дорогам не очень хорошим, это вообще такое себе удовольствие. Плюс ко всему, нужно иметь набор инструментов, достаточно большой, чтобы иметь возможность починить практически все в этом моторе. Он достаточно простой, конечно, но инструменты надо. Надо что-то с собой возить запасное. Руки постоянно будут в масле. Также надо с собой брать бензин и брать еще масло для двухтактных моторов, потому что не сможете просто так заправиться. Надо разводить как-то. Короче, это очень-то очень много гемора. И, повторюсь, поездив на Хонде Кап, я понял, что такое хорошо, что такое плохо. И, да, и, в общем-то, вывод тот же самый, что заниматься этим вот пока не хочется. Даже учитывая то, что Хонду у меня угнали и другого транспорта у меня нет. Спасибо всем тем, кто пришел на канал за вот таким контентом. Но я пока не знаю, что делать дальше и буду думать. Всем спасибо.